Всем привет! Я иду в секретную избу. Основное видео я не снимаю про нее, потому что выкладывать его, скорее всего, на основной канал нельзя. Его увидят только мои эксклюзивные подписчики. Кстати, я иду сейчас через лес и лыжники здесь, лыжню проложили и я иду по лыжне. Так удобно, кстати. Ну, лыжники у меня, надеюсь, простят, что я тут немножко подпорчу. Но, кстати, лыжня сильно не портится, так как она такая тверденькая достаточно. Идти очень удобно. Я вообще не знаю, где эта изба находится, если честно. Я первый раз тебя виду. По слухам, так сказать. Ищу ее. Надеюсь, я найду, потому что я приехала на поздние электрички и домой я уже не успею. Надеюсь, мне не придется вызывать мне силы, как взывальщики. Хотя всякое может быть. Я когда иду, я всегда об этом думаю, что все может быть. Короче, я не сказала, что идти где-то 10-12 километров, это так примерно, я точно не знаю. Избу я вообще не знаю, где она. У меня карты нет, ничего нет. Только чисто по разговорам, каким-то описанием. Иду, ищу. Видно, уже позднее. Телефон садится у меня, аккумулятор. Боюсь, что вообще разрядится. Короче, если что, буду в лесу ночевать. Ну, зато надью испытаю. Тоже хорошо. Вот. Ну так, судя по описанию, я должна скоро уже подойти к этой избе. Я еще ищу иду, но я думаю, уже где-то близко. Сердце мое чует все близко. Сегодня воскресенье, там может кто-то быть. Я иду с ночевкой. Ну, понятно, что с ночевкой я же уже не успею на какую-то речку, уже все поздно очень. Не знаю, сколько времени, но немало. Ну, еще пока светло. А, я еще, знаете что, наврала, что у меня карты нет. В телефоне-то у меня есть и МОПСМИ, и еще. Блин, забыла, как называется. Еще есть карты. Но я ими пользоваться сильно не умею. А МОПСМИ у меня вообще тупит. В каком-то видео уже недавно видели. И у меня с того момента так и тупит. Неправильно показывают вообще. Поэтому от этих карты толку вообще нет для меня. Надо учиться, учиться пользоваться, конечно. Так нельзя ходить. Нельзя. Можно жить остаться в лесу. Тем более, это тайга. Я нашла, я нашла, я нашла. Вот она избушка. И видите, дым идет. Значит, кто-то есть. Ага, и следы вот. Ну, с кем-то мне придется ночевать. Я уже домой-то никак. Все. Главное, чтобы там много не было людей. Плохо видно, конечно. Короче, вот так вот. Света нормального у меня нет. Поэтому так как-то. В общем, пришла я в эту избу. Здесь оказался мой знакомый. Он просто не хочет, чтобы я его снимала. И поэтому уж извините. Вот сидим, сейчас с ним разговариваем. Он мне стихи рассказывает. В общем, хорошо проводим время. Все замечательно. Доброе утро, земля. Спалось отлично. Мышей здесь никаких нет. Не было тепло. Спальник у меня теплый. Изба под утро остыла. Но мне нормально. Я запуталась. Все было хорошо. Даже носки не пришлось старые надевать. Утром где-то около 8. Рома печку затопил. А мне хорошо вставать не надо. Видите, как с приятелями ночевать в одной избе. Отлично. Все. Сейчас будем завтракать и потихоньку собираться в обратный путь. Вот снимаю специально для вас избу. Видите, здесь нары наверху есть, внизу и вот здесь. Тут может поместиться 6-7 человек. Вот сюда вот либо двое, либо трое. Смотря какая комплекция. Ну и там двое, и там двое наверху. Печь такая огромная. Вот мы после себя дровишки оставляем. Вот и вот. Вот собрали уже рюкзаки. Собираемся уходить. Все убрали за собой. Сейчас еще чайник выльем, чтобы не оставлять воду в чайнике, а то замерзнет. А так мы все собрали, убрали. Все аккуратно. Вот видите, тут такие полочки. Прикольно так все стоит. Посуда у них тут. Вещи висят. Окна такие хорошие. Вот там дровяник виден за окном, а дальше там еще дальше. Там не видно отсюда. Там туалет есть. И вот второе окно. И за счет этого очень светло. В избе у нас нагрето. 29. Но это наверху, внизу очень холодно. Тут минус в этой избе, что по низу прямо очень холодно. Вот такая дверь утепленная. Ну, даже зеркало большое есть. Кот меня лишь ждет. Собираться сейчас будем уходить. Переночевали мы отлично. Рома мне много-много стихов вчера читал. Рассказывал. Он любит стихи. Учите, рассказывает. Так классно. Ну все, мы собираемся и уходим. Вот так у нас наружу выглядит. Очень красиво. Такое место прикольное. Сейчас солнце еще освещает. Вообще хорошо. Такая красивая избушка. Пока изба мы уходим. Короче, решили с Ромой поискать еще одну избу. И вот вышли на такую классную избу. С вертикальными бревнами, что интересно. Я такое ни разу не видела. Решили зайти посмотреть, что за избушечка. Время есть у нас. День прекрасный. Погода отличная. Сейчас посмотрим, как он. Вот лавка даже стоит. Смотрите. О! Ничего себе! Дровяник такой шикарный. Дровяник такой, да? Вот такая сова на двери. Очень тяжелый. Тут окна такие огромные. Их можно открыть и будет прям очень светло. Ну, это явно летняя изба. Зимой в ней. Холодно, наверное. Ну, ничего тут холомы. Да? Да. Это неудачно зашли. Вот так находятся избы, дорогие друзья. Вы спрашивали, как сняла бы. Ну, вот так идешь, идешь. Как и в каске. Вон каска есть. Да. В каске есть, да? Ладно. Смотрите, тапки деревянные. Нифига прикол. Ну, а нога не входит в обуви. Это ж надо ведь было заморочиться, а? Тапки деревянные сделать. У них, смотрите, какие лавки. Ну, эти стулья сделаны. Прикольно. Вот такие. И вот еще. Интересный такой пень. Короче, у них тут скульпторы. Змега Рымич. Потом, да, вот здесь для выживальщиков есть. Я уже залезла туда. Прикольно там. Можно, наверное, типа ночевать. Потом. Что интересно так у них? Вот. Какая-то штука. Вот там буратино. Вон стоит. Там вон дальше пингвин. Вон стоит. Здесь что-то, но не видно под снегом. Очень интересно. Люди тут просто так не сидят. Руками что-то делают. В дровишке. И вот такой есть пилот. Вообще интересно. Вот эти фотки, наверное, по ним делали. Класс. Вот так тут интересно. Эксклюзивное видео. И туалет такой в виде чума. С такой картинкой. Даже не поймешь, что туалет. Как хорошо. Печка. Печку затопили. Дымок идет. О, кстати, вон там, вон тоже еще выпилен медведь. Интересные люди. Рукотворные. Смотрите, как качественно табуретка сделана. Класс. Вообще, блин. Класс. Вот это вот руки, а. Ну я понимаю. Не то, что некоторые тяпляк делают. И еще есть такая штучка. Во. Из бересты такая. Я не буду снимать ее так. Классная такая штука. Еще интересный подсвечник. Сделан из такой ветки, видимо, толстой, тройной. Прикольно придумали. Мы уже все. Мы попили тут чай. Перекусили. Посидели, поговорили. Рюкзаки обратно собрали. Кстати, вот это я снимала. Это такое кресло. Вот спинка у него. Сделано так прикольно. Все, мы собираемся уходить. Вон они, тапочки деревянные стоят. Пойдем сейчас на электричку. Ну вот и все. Такая маленькая, но интересная, как мне кажется, получилась видюшка. Мы идем назад. Теперь уже на электричку. Идти нам, наверное, где-то часа два с половиной-три до нее. Все. Километры не знаю. Сколько отсюда. Может километров восемь-девять. Все. Всем пока. Какой он к нам выбежал. Нифига. Ой, какой он огромный. Ну-ка, нас сними, чтобы видно было, как он большой. И там уже Путин. Ой, это мало. Ой, смотрите, как медведь. Бежит, как будто медведь. Вообще, увидела. Ох ты, какой огромный. Какой красавец. Главное, он не чеет такое ощущение? А нет, у него шейник есть. Там хозяин, наверное, где-то. Ну, чего ты? Держи. Бежит, главное, такой медведь. Не ходи, не ходи сюда. О, медведяка. Огромный. Огромный. Экстер. Продолжение следует. Огромное – лёг que傳 PG-4 с 20-25. Оп쓰я. Отрог. Мы resolve цехточки. Вообще. Субтитры подогнал «Симон»